Дорогие друзья, приглашаем вас на прогулку по нашей сопке. Это первый солнечный день за три недели ненасти, и он нас щедро вознаградил. А мы хотим поделиться этими находками с вами. Это конский щавель. Мимо не пройдёшь, ему тут так хорошо. Вот он как растет. Я сначала думала, бутылки с водой очень соковительные. А они как раз сюда и пошли, да? Главное, чтобы заново не скакались. А мы сейчас пойдём в другую сторону. Обрыватель ягод. Ну что, место достаточно чистое. Да, здесь машины не ходят. Это лес дарит. Про борщевик я слышала, что его после войны специально посадили, чтобы питаться. Видимо, наряду с ядовитыми какими-то частями у него всё-таки есть... Да. А так он считается очень ядовитым растением. Поэтому детям всегда говорят, что порчевик брать в руку не нужно. Ага. Может быть, корневище у него удобное? Да. Там корневище у него на стартовке. Да. Так. Вот какая-то картинка вниз. Наша, не наша. Я увидела лицо берёзы! Иди, я тебе покажу. Смотри в камеру. А, точно! Точно! Ну, вообще! Ну, вообще! Ну, вообще! Здравствуй! 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 Мы рады тебя приветствовать в твоём лесу. Чуть-чуть я потрогаю, поглажу. Классно! Как тебе кажется, это викинг или это она? У славян была богиня Берегиня. Они поклонялись ей в образе священного белого дерева берёзы. И вот когда вы приходите в лес, и лес открывает вам свои секреты, то знайте, вы точно встретили там духов леса. И эти духи были к вам благосклонны. Они открыли вам свои тайны. Дорожите этим. Дорожите вашей дружбой с лесом, с природой. Это дорогого стоит. Играет музыка. Эгрим-пласса. Играет музыка. Что твои дети сделали в отряде? Они сделали такого мужичка в пиджаке, курточка так открывается. Внутри с одной стороны шайбочки висят эти, как их называют, плоские такие механические круглые. Ну шестеренки, да? Шестеренки, да, типа шестеренок несколько висит на вилочках. А другую открываешь, там такое гнездо, где сердце, и белка внутри. Белка? Живая? Игрушечная. Игрушечная? Да, такая белочка какая-то легкая, игрушечная. Там она стоит прямо в гнезде. Слушай, человек он же и механический, и природный, да? Вот этот, вообще, это такая фишка была, сколько я уже там работаю, но вот это первый раз, чтобы вот так, там, где сердце, белка была. Классно. А самое главное, у ребёнка остаётся что-то такое, ощущение волшебства этого мира. Особенно дети маленькие, если приезжают, вот маленькие, и сейчас, ты знаешь, они плачут. А пройти я уже не могу, мне обязательно это надо придумать, чтобы кого-то разыграть. Да, да, да. Я даже на уроке сижу, смотрю, у меня мальчик тут это, сидит такой грустный, я говорю, не рисуй. Я говорю, а что случилось? Что-то у тебя настроения нет, он молчит. Я говорю, ну ты мне после урока расскажешь, что это случилось. Хорошо? Я тебе разрешаю сейчас ничего не рисовать, но после урока мне расскажешь, что я с головой. Остаётся после урока, подсказывай. Думаю, ну хорошо, значит ты сегодня урока не врагу сработаешь. Да. Так и Валя. Ну, здравствуйте. Сегодня урока урока урока. Ольга, говорю, работай. Позорь мою комедию. Да. Вот это посмотри, Валь. Царство Повелике. Видишь Повелику? Нет, вот смотри сюда. Прямо на траву, которую я снимаю. Видишь, полегла трава? Да. Это её заплела, вот это Повелика. Я вижу, вижу она. Да. У меня такая Повелика, когда я хожу на этюды к морю, там она вот так вот прям шатром всё валит. И у меня в Палисаднике тоже развелась Повелика. Я поняла, что мне надо сделать. Мне надо взять там веточки Повелики, принести сюда и сказать, здесь твоя родня, живи здесь. А там тебе не место, приходи сюда на вольные хлеба. Вот это будет мой заговор. Вот это будет мой заговор. Попробуй. Да. Так я и сделаю. Так ты и сделай. Да. А с ней воевать не надо. Её надо знать, где её царство. И я это царство уважаю. Ты знаешь, она вот так вот плетётся, плетётся, и внутри даже шалаш получается. Да. Да. Что когда мы летели в Душанбе, внизу видели плотный такой, плотный ковёр от этих облаков. И оно идёт отсюда и туда тянется. Интересно, оно фотографирует? Сейчас попробуем. Ты думаешь, что не снять? Не взять? Я видео сняла, а вот фото. У меня возьмут на день рождения к Али, то есть им исправлять будет, то я там посмотрю. Ага. Их у них. Мы один год там свалька обдирали. Липу. То есть они не спилили. А я вчера у себя там, у соседнего дома, у нас там и ещё зелёную сливу. Скажите, с каким аппаратом она стоит? С автоматом. Ага. Вот зелёную сливу, буквально три штуки. Так. Когда она зреет, там такие сливы костные, сосные. И вот, и прямо это. И я смотрю здесь, и потом дальше там, в школу как идти по улице, там тоже. Но там вообще хранкутые. Там она вся запогаженная. Думаю, жалко. Саму не справится дерево. И вот ты же видела этот клевер, да? Да. И вот этот куст, он прямо тут растёт. Такой музей, спокойно здесь. Он уже достаточно высокий. В одиночестве, но смотри, какой он мощный. Несколько яблочков? Да, яблочков. О, ты смотри-ка. Да, смотри, какая красота. О, это вишня, это не яблони. Это яблони. Нет, это вишня. Ходили, рвали. И дома тоже плели. И у меня ещё висит оберег из неё. То есть я беру вот эту траву, нарвала. Значит, тут шишками вниз опускаем. Колосьями вниз, да? Колосьями вниз. Ага. Вот, перевязывала вверху. Потом перевязывала, где горло. Угу. Вот, потом вставляла перекладину вот эти вот. А, и получалось из колосьев юбка, а это баба какая-то. Травяная баба. Да, травяная баба. И эту травяную бабу можно нарядить какой-нибудь яркой тряпкой. Лоскут какой-то взять. Ага, повязать её на шею-косылку или поясок. Там типа фарточка для такой, или там. Ага. То есть получается оберег. Оберег от чего оберегает? От плохой энергетики. От плохой энергетики. И вот она у меня висит на дверях, в детскую висит. И в коридоре, в прихожке висит. Так что вот это вот, вот это вот интересное растение. И вот я вот так беру, вот так вот, раз срезала. Угу. Всё, закрепил верёвочками. И всё. Потом на ручке тесьму. И вот так повесил куда-нибудь. И висит оберег всю зиму. Да. Ещё и запах даёт, да? И запах даёт. А не всё, жалко было. То есть прям берёшь вот эту травку. Живую, пока живая. Пока живая. Плетёшь из неё косичку. Плетёшь из неё косичку. А потом уже можно вставлять туда какие-нибудь сухоцветы. Вот такие метёлочки. Он красивый, видишь, метёлочки. Да, вот травками, метёлочками, да? Можно, да, травками, метёлочки. Можно даже живой, если на денёк, да? Да. Можно даже взять одну ветку полыни. Ветку полыни. Присоединить к ней вот такой травой и сплести. И получится ещё и целебная. Да, она будет, вот именно это. Эфирное масло будет выделяться. То есть она получается и целебная. Вот так, ты её берёшь. Я вот с детьми на своих уроках когда-то делала. И в изосудии там художки мы делали. И можешь украшать дети там кто чем. Кто бантики приносил, кто чё. Вот, я украшала сухоцветами. Кто-то делает оберег просто перевязывать и как бы ставят. Вот это растение, его домой брать не нужно. В нём обычно бывает много блох. Такие чёрные штучки, но здесь вот нету. Но обычно бывают чёрные блошки. И они очень любят этот колосок, да? Так, они этот колосок любят. Ну слушай, это пырей же. Нет, это не пырей. Это что-то другое. А, какая-то другая колоска. Да, поэтому вот его обычно мы к тому не приносим. Потому что могут быть эти блошки. И бог подумает по всему скакать. Эти блошки. Интересно. Да, поэтому мы его не используем. Вот эти сухие ветки смотрятся прям каким-то голубым цветом. Вот это небо отражается у них. Наверное, очень гладкой фактуры ветви. И вот... Да, и он прям такой голубизной. Ой, какой красивый корень. И вот это вот... Ага. Ну, оно, наверное, скорее высохнет, а потом уже упадет. Ну, будем желать ему долгих лет жизни. Ну, вот бывает же такое, да? Ты посмотри. А потому что все высыпалось вот оттуда. Да, да, да. Оно стоит, у него перемещение пытается выйдет. Ну, оно, наверное, постарается побольше корней туда посидеть. Ну, наверное, уже туда будет ориентироваться. Ну, потому что растения, они тоже с мозгами, можно сказать, они тоже думают. Да. Это мы вот... Это вот прийти и написать такое чудо. Представляешь, какая у тебя будет картина? Ты против мертвого или напоминания чего-то об этом. Но это вещи классические. Заскветило солнце. Да. А ну, что-то похоже на люпинов. Вот такие колокольчики садовые. Потому что у них вот... Да. Угу. А, как ее называют? Не кисть. Ну, а что-то такое... С самого начала. Что? Значит, кинули кусочек, буквально, головку спички, паутину, чтобы выманить паука. Вот. Он выбежал, побежал, нашел эту спичку, вырезал ее вместе с куском ткани своей вот этой вот паутиной и выбросил. И получилось, что в паутине образовалась дырка. А сам убежал. Значит, что сделали? Взяли еще раз, кинули, ну, эту... Муху поймали. Кинули муху. Муха там дребезжит, дребезжит. Он вышел, посмотрел. И назад убежал. Он не поверил. А, не поверил, что ему принесли подарок, да? Да. Он убежал назад. Когда мы взяли, кинули вторую муху. Ну, там уже паутина стала так добежать. Вот он выбежал, на радость их одну замотал, другую замотал. И довольно ушел. Он ловит. А я их отпускаю. Он приходит. А бабочки-то где? Я говорю, да я их отпусти. Ну, вот скажи, что это не прелесть. А это не дикий флопс. Не дикий флопс. Нет, это не флопс. А он как-то называется... А-дро-дро-дро-дро. И вот я картину написала. Картина большая была. У меня ее забрали. Хокина я выставку делала. И заведующая... Это домом купюры. А красиво у меня ее. Сейчас мы сделаем оберег для комнаты. Из собранных трав. Сделаем небольшой оберег. Используем нитки. Потом, позже, нужно будет даже украшать чем-нибудь. Расскажу, чем. Так. Значит, сейчас мы отрежем для закрепления штучки три нитки. Можно использовать тесьму просто красивую. Шнурки нужно красивые, веселые. Вот. Значит, мы с этого пучка... Здесь разная у нас трава собрана. Мы с этого пучка сейчас выберем несколько травиночек. Для того, чтобы сделать нам ручки. Этому оберегу. Вот таким образом шишечки не очень длинные можно использовать. Можно, в принципе, и полыньку использовать тоже для пручности. Можно взять какую-то полыньку и вставить сюда вместо ручек тоже. Вот так закрепить. То есть, мы от бутета отделили несколько травинок. И еще используем даже шишечки. Вот. Так. Потом... И отложили в сторону. Теперь мы вот этот бутет переворачиваем. И, используя нишку, верхнюю часть завязываем. Закрепляем. Вот так закрепляем. Завяжем, где у нас будет головка. Вот так, раз. Завязали. И чуть ниже сделаем завязку. Туда мы будем вставлять... Туда мы вставим травку. Подразумевается это ручки. Подразумевается это ручки. Лишнюю немножко подрежем. Вот так. И здесь немножко подрежем. Нишнюю вот так. Опа. Полынька нам будет форму держать. Ну и пахнуть будет. И посередине вот так вот берем, раздвигаем. И туда засовываем эту травку. Затихиваем. Вот так. Получается крестообразная форма. Вот. И мы ее сейчас под ручками просто берем и закрепляем. Чтобы она у нас никуда не выпала. Точно так же можно взять нитку. И замотать здесь. В этой части. Так. Завязываем под ручками на узелочке. Так, ребят. Завязываем. И после того, как мы завяжем, мы можем украшать какими-нибудь ленточками, веревочками. Даже можно бусы смонтировать. Дети любят бусины украшать. Можно взять браслетки из бусин есть. Часто дети вот носят их. А потом им уже надоедает носить. И они от них избавляют. Вот можно сюда всякие штучки вставать. Тем более с детской ручки. На рюкетика хорошая. Вот. Вот у нас получилась основа. Вот такая вот. Она крестообразная. Она тоже какой-то смысл несет. Смысл оберега. Можно сюда горошек вот этот машины. Сюда какой-то он цвет дает. И вот мы сейчас попробуем кисемочкой тут поукрашать. Так вот эту возьмем на две порежем. И сейчас делаем ручки. К примеру. Вот так вот ручки сделаем. Завяжем. Во-первых, будут бантики. Они сами по себе будут очень красивые. Травка подсохнет и она будет форму держать. Она не будет весневеть. Это такая трава. Она сырость не напитывает. Вот. Если, конечно, аллергия есть у кого-то, то полынь использовать нельзя. Тогда можете без полыни. Не пахучую траву использовать. А если аллергии нет, то полынь очень даже хорошо. Для дыхания, для сердца. Ну вот. Есть предостережение. Полынь. У кого аллергия или проблемы с дыханием, полынь использовать нельзя. Ну, можно те же колоски побольше. Да, можно колоски какие-то использовать. Да, вполне. А вот желтенькая, смотри, вот, тесьма. А, ну давай желтенькая попробуем. Ну и зеленая тоже. Сейчас вот мы сделаем здесь подмышками, закрепим вот эту вот. Закрепляется. Я еще с детьми делала. Ну, просто вот дома находится лоскут. Какая-то тряпочка такая яркая, красивая. Мы просто берем, перегибаем ее. Делаем там дырку. Дырку так сделали через голову. И оно тут у нас такое. Еще нарежем вот так лапшой. И вообще классно. Вот. Так, вот здесь мы уже как бы сделали. Поэтому мы можем часть срезать. Так вот подрезать для красоты. Уже вот так получилось. Низ мы резать не будем. Потому что пусть он будет такой. Поверни нам бантиками. Вот так вот. Вот бантики. Сейчас мы вверх тоже сделаем. Уберем вот эту часть. И мы сделаем сейчас прическу. На прическу можно вот эту вот эту нюкку. Сейчас мы ее тут намотаем. Чтобы красиво было. Вот мы ее сейчас тут так и сделаем. Можно вот эту сторону. Ее можно даже подлиннее сделать. Вот так. Да. Кстати, можно лентой, чтобы свисали. Да. Лентой, чтобы свисали. И это будет вообще красиво. Можно даже косички сделать. Можно косички сделать. И как бы их сюда подвязывать можно. Но я вот делаю вот так. Вот могу вот здесь завязать. Да. Завязать. Потом ниже спустить. И перевязать еще раз уже ниже. Сделаю на два раза. Потом. Да. Чтобы не развязаться. Да. И можно вот сюда. Раз ее на эту сторону. Ну тогда ее надо будет. Ну а лицо-то оставить. Да. Лицо мы оставим. Дети могут сережки встать. Можно ленточку сделать. Вот так вот ее обрезать можно. Уголочком вот так. И украсить. Резной уголок. Резной уголок получается. Вот такой вот. Можно фартук сделать. С чего-то красивого сюда подвязать. А, ну не хотелось бы закрывать все эти колоруси. И чтобы вот это вот подвешивать. Мы можем ниточку сюда. Ага. Или тесемочку красивую. Узкую. Ну можно нитку, которую видно не будет. Да, которую видно не будет. А то тесемка будет украшать. То есть я сейчас возьму вот эту нитку. Да, вот. Сейчас ее повесим. И мы сейчас найдем груз. И будет видно, что у нас получилось. Оно несложное. С детьми очень просто делать. Дети с удовольствием травку пособирают. А потом украшать какое удовольствие. И мальчики, кстати, очень любят украшать. Еще даже украшают лучше, чем девчонки. Они тебе тут и грузы наведут. А грузы, кстати, можно вот осенью шиповника сделать. С ягод шиповника. Бусы москанет. Здорово. И на нее же можно цеплять. Да. Вот этот оберег, он может долго храниться. Он даже может несколько лет находиться дома. Он ничего с ним не сделается. Вот сейчас вот сюда раз. Вот это сюда. Вот это сюда. Ну, желательно не на прямые солнечные лучи, чтобы он не выгорал. Вы знаете, лучше всего где-то повесить в коридоре. Обычно народ приходит у нас всякий разный в коридоре. Это же оберег от злой энергетики. Можно сказать, от колдунов там каких-то. Ну, люди всякие бывают. И такую красоту можно где-то... Ну, давай в коридор посмотрим. Вот она будет уже смотреться. Пойдем вон туда, на деревянном фоне вот этого арки вот этой. Сейчас. Или вот сюда давай. Здесь она больше света. Вот смотри. Ага. Она для интерьера вообще класс. Сейчас я включу свет. Сейчас я включу свет. Если гвоздик есть, ты можешь даже на гвоздик сюда. Булавочку можно. Есть у тебя булавка. Найдем сейчас булавочку. Или спичку. Или зубную палочку. Зубочистку можно. Сейчас вот сюда я воткну. А там щель можно было даже с поля зрения. Вот, давай, давай, давай подцепляем. Во, во, во. Смотри, какая прелесть. Ага. Все. Все. Смотри, какая прелесть. А если девчонки косички вот так вот сделают сюда. И потом просто подвяжут. Вообще классно будет. Вот сюда. Да, да. Косички. Или сережки. Можно вот эти веревочки назад скинуть. Вот туда, например. А здесь уже что-то другое. Лицо не обязательно там чего-то выявлять. Оно и не нужно. А то, что она руки вверх так подняла, ничего нормально? Ну, руки вверх ничего страшного. Это потому, что травка слабая. Но можно травку взять более плотную, например. И тогда будет более так. Так что. Вот такой оберег можно у себя сделать в прихожке. Можно на детскую дверь повесить. Но надо обязательно, чтобы растения чистые были, без блошек. Да. Ну, очень красиво. Красиво, правда? Вот такая у нее юбочка травяная. Юбочка травяная, да. Сейчас популярно делают венички, метелочки. В качестве оберега там приклеивают различные семена. А это можно из травы. Да, здорово. Ела мой билет на весь год. Да, летом только и делать обереги. Мы в руки просунули смородиновую палочку. И теперь у нас наша краснодевица выглядит более так весело. Ну вот, друзья, Валентина художница из поселка Южно-Морской нам порекомендовала, как сделать прекрасный оберег летний. И страв очень легко, то, что вы можете сделать на отдыхе с детьми. И большое спасибо тебе, Валентина. Ну, можешь пожелания какие-то нашим зрителям нашего канала передать. Почаще выбирайте с детьми зеленую зону. Наглядайте, собирайте. И занимайтесь вечерами. Это очень полезно для детей. Всего хорошего, всего доброго. Всем пока, до свидания.